Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй и мы продолжаем проходить Tower Conquest и соответственно бомбить базу роботов. Забираем наших тренированных бойцов. Опа, нам можно проапать, да? О, база у нас получает вторую эволюцию. Это шикарно, это очень хорошо. И я смотрю, у нас вроде бы как самурай там что-то с ним. Не в порядке, давайте глянем. Ху, у меня самурай получает вторую эволюцию. Но он возмужал, у него выросли усы, все, теперь он на коне. Так, смотрите, понемножечку, но не у всех правда. Два! Два, две карточки не хватает, чтобы апнуть до второго уровня моего великана. Ну что же, давайте еще нажмем, пускай прокачиваются мои герои. Так, что ж, давайте приступим бомбить базу. И что у них здесь? Ну, в принципе, ничего такого особенного нету. И я думаю, мы исправимся. Так, поехали. Копим, как обычно, манну. Давай, пила, выходи. Следом, я думаю, пойдет самурай. Он у нас, смотрите, какой, а? Немножечко даже изменился. Это хорошо. Хе-хе. Разбомбил с выстрелом, а? Пушкаль-то этот. Ладно. Не видай. Ох, елки-палки. Что он творит? Ладно, хорошо, что он пролетел. Фаерболом им всем, как говорится, по одному месту. Так, давай, хиллбот, выходи. Надо прапать еще манны. Я хочу, наверное, накопить до этого, до великана. А это нужно 500. Хотя, может быть, даже этого и не понадобится, потому что мы уже бьем практически базу. Сейчас, если у меня хиллбот успеет подойти вовремя, как заморозка, отлично. На летающих юнитов это не распространяется. Да что ж такое-то, а? Все-таки мягкотелые у меня лучники и пила. По сравнению с его наилетающей пушкой. Смотри, какие крепкие, а? Даже мои самураи не могут справиться. Да что ж такое-то, а? Как она бомбит? Не по-детски. Не-не-не, не получится у тебя. А, нет. Лучше ты молодец. Все-таки ты подбил. Молодчик. Давайте. Да что ж такое? Одни щитоносцы там у него. Преграждают путь. Ну? Да нет, не получилось нифига. Так, может фаербол? Да надо было не в этого пулять, а... Вот. Все. Сейчас будет все нормально. Хе-хе. Тем более еще... Под обворожением... Обворожением, да. Вот так будет правильно сказано. Ну, правда, все это недолго. Ну, все. Давай, великан. Бомби базу. Чтобы было им всем худо. Так, отлично. Теперь уже нам точно никто здесь не помешает разбомбить. Даже этот бот-летун. Ну что же, ребята, с победой. С очередной у нас карточкой. Куда? Иди сюда. Да? И мы переходим... Так, какая у нас третья глава, если не ошибаюсь? Четвертая даже. Вот так. Сюрпрайз. Ну что, он добавил себе хилбота, да? Он думает, что если он будет лечить своих юнитов, то у него все получится. Да, как бы не так. Самураи. Лучник. Хилбот. Пила. В общем, должны потянуть. Интересно, а кто кого? На, хотел проверить, щитоносец или моя пила. Ну, естественно, тут вдвоем-то они расковыряли. Так, по-моему, пила прапанная, да? О. Монетка. Монетка, иди сюда. Так, ну что, отдыхай. Хилбот там хиляет, хиляет. Помаленьку, на-ка, отхилялся. Карточка мне пригодится. Да что ты там делаешь? Что ты там пыхтишь, а? Хилбот готов. И в результате мы уже на территории его базы. Даже, точнее скажем, практически уже бьем ее. Все, моя армия сгруппировалась. Подошла вплотную. Тут уже никто не выживет против такого натиска. Фаерболом еще добьем. И пошла разборка ихней станции. Все, ребятушки, я могу сказать вам авансом. С победой нас. И переходим, по-моему, к заключительной серии. Точнее, к заключительной части. Но здесь уже, ребята, нас будет ждать босс. Честно говоря, в прошлых сериях я так и не понял, что он делает. Потому что он не успел появиться, как мы разбили его базу. Ну, наверное, здесь мы уже увидим его способности. Так, давай-ка, пила моя, наяривай. Гитару семиструнную. Ну-ка. Ну-ка. Мы так стоим сейчас на равных, да? Ни он, ни мы, ни они. Ни мы, ни они, елки-палки. Уже запинаюсь в слова. Так, ну что, все, на этом приплыли. Раздеребаниваем базу. Так, фаербол. О, во, 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 вот и босс вышел. Так, ну, хоть кто-нибудь что-нибудь сделает. А что он вообще делает? Идет. Идет. Ну, и мой дядя тоже вышел. А что в этом смысл-то такой? Я ничего не врублюсь. Вообще, идет, идет к моей базе. Он хочет мою базу, что ли, уничтожить? Я не пойму. Прикола. Эй, 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 дядя, успокойся. Блин, кто-нибудь остановит его или нет, а? Встал, замер. Ручки подобрал. И? Что? Я не пойму, что он делает вообще? Что-то какой-то непонятный, честно говоря, у них босс. Вообще. Вата. Пришел до базы, встал, начал там ручки свои доставать, убирать. Но это не важно. Главное, что мы получили сундук роботов. Ну и далее нам ревард, не особо который мне нравится. И мы переходим на уровень королевства. Хорошо. Давайте посмотрим, что нас будет здесь ожидать. Ну, первые уровни, как обычно, легко и просто проходятся. Ага, здесь у людей, если не ошибаюсь, роги, да? Ёлки-палки. Да, и вот эти вот фехтовальщики, которые меня очень сильно напрягают. Но самурай уже не такой ватный и довольно-таки прилично держит удар. Что не может не радовать. Хе, даже пила выжила. Замечательно. И при всем при том, его подхиливают. Так, замечательно. Все, карточка моя. Разносим базу к ядрени фени. Мещик, можешь успокоиться. Тут уже вы проиграли. Все, с победой нас, ребятушки. Переходим ко второму этапу. Пока идет все гладко. А здесь у нас кто? Ага, пикельщица. Прапанная причем. Ладно. Думаю, мы справимся. Но вначале мы с вами... Ага, заберем кристаллы. Обязательно заберем. Так, армия. Что у меня с армией? Оу, я открываю карточки, ребята. Ну, неужели мне дали герцога? Икторна. Так, а здесь кто? Ну, это не особо хорошо. Здесь. Так, я не помню, что это за робот. Ну, думаю, неплохой. Ага. Девушка-самурай. И этот никчемный пуляльчик. Лазеры. Ладно. Мы можем прапать базу. Вторая эволюция. Я, если честно говоря, не знаю, что у них там за суперудар у этой базы. Ну, я пока оставлю свою. Ну, что же. А, у меня кончилась энергия, ребята. Как-то довольно быстро, вам не кажется? Но зато у нас здесь все на мази. Так. Ёлки-палки. Сколько денег уходит на прапывание базы? А тебя, тигр? И еще больше. Ладно. Прапаем сколько сможем. Так. И тебя, наверное, на раз... А, на разик всего. Ну, ладно. А на тебя уже, к сожалению, не хватает. Придется нам, ребята, драться такой командой. Поехали. Да, не нравится мне, конечно, что жаба третьего уровня. Ну, будет так, на подхвате, скажем. Так, кто у них там? Пикетчица прапанная, да? Фехтовальщик. Ладно. Попробуем затащить. Опа-на. Меччик. Ой. Копечица моя погибла. Ладно. Это не беда. Вот она как выглядит, да, значит? С красным каким-то оттенком и довольно улучшенная пика. Алибарда даже, я бы сказал. Вот. Скиллок. Карточку нужно обязательно забрать. Так, жаба, что-нибудь будешь путевой делать? Да, пока она достанет свой молот из земли, она погибает. Ну, тут преимущество все-таки на его стороне, как ни к руке. Посмотрите, что они творят. Пикетчицы улучшены, бомбят, будь здоров. Вся надежда на моего тигра. Ну-ка. Бать. Хорошо идет. Скилл. Вот. Вот это вот шикарно сейчас было. Смотрите-ка, сколько я уже карт пикетчиц взял, а. Возможно, в скором времени она у меня получит вторую эволюцию. Ну что, подошли к базе. И, я думаю, сейчас мы ее разобьем. Да, мы уже начинаем потихоньку ее разбирать. Давай-ка. Тигр, давай лучше тебя. Я хотел жабу, но передумал в последний момент. Потому что толку абсолютно никакого. Все, ребята, авансом с победой нас. И карточка замка. Так, и переходим с вами на третий этап. Идет все чисто, сухо, без конфликтов. Так, глянем. Ух ты. Неужели ее можно проапать, а? Нет. Ее можно просто... Да, проапать. Я хотел сказать, неужели ее можно проэволюционировать. Нет, оказывается, просто ап. И жабу свою чуть-чуть. Проапали. Особого преимущества, конечно, это нам не дает. Но лучше так, чем третий уровень, согласитесь. Хоть какая-то помощь. Давайте приступаем с вами к третьему уровню. Здесь ничего абсолютно сложного нет. Фехтовальщик, мечник и лучник. Должны затащить, даже не почувствовать ничего. Так, давай, пика пошла. Мечник мой родной. Так, фехтовальщик вышел с его стороны. Но мы тоже вызовем пику. Елки-палки, что-то тут не то. Смотрите. Разбивают эти ребятушки-то меня, а? Еще и лучник подошел. Слушайте, что-то здесь как-то негладко все идет. Ну-ка, давайте скил. Ага, лучник хотя бы погиб. Давай, пика. Е-мое, он, смотрите, штампует и штампует свою армию. А жаба-то, смотрите. Держит удар. Ну, недолго, правда, подержала. Ну, достаточно, чтобы я хоть как-то развился. Фехтовальщик самый вредный из всех тут взятых юнитов у них на данный момент. Я уже молчу, конечно, про босса-герцога. Так, все, здесь отбились. Давайте скил. Ага, замечательно. Теперь вьюнок этот ураганчик. Пускай их сдует куда подальше. Давай-давай, тигр. Вот так вот. Ну, теперь посмотрим, кто кого. Е-мое, три пики. Неплохо орудуют. Так, и тигр, естественно, убивает этих фехтовальщиков. Всякую лабуду здесь. Ну, недолго повоевал. Лучники его все-таки закромсали. Так, карточка мне пригодится. Так, заморозка это вообще замечательно. Опа. Прям как козырь в руку мне идет. Давай, тигр, иди быстрее. Ты нам нужен. Блин, 48 секунд. Интересно, я успею пройти чистенько или нет? Должен, должен пройти. Да, сюда вот не хватает, знаете, кого? Хило. А так все очень даже шикарно идет. Ну, давайте. Осталось немножко, ребята. Ну, поднапрягитесь вы хоть капельку-то. Так, все, с победой нас. И мы переходим с вами к четвертому этапу. И остался там потом один. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот чего я, в принципе, и боялся. Этого Роги. Как он сейчас будет выносить мозг, а? Менять там не на кого. Такую формацию, наверное, и оставим. Главное, чтобы нам фортануло. Так, начинаем, наверное, с легеньких, да? Потом, наверное, выпустим мечника. Я не знаю, вот жабу стоит выпускать или нет. Вот, вот, начинает чудить. Смотрите, что Рога делает. Оп-оп, прошел. Ну-ка. Охо-хо-хо-хошечки. Как он быстро снес мою пику. Только лишь мечник может ему сопротивляться. Что там такой за сигнал был в бедствии? Я так и не понял. Давай-ка, поддуем. Ага, по-моему, я кучу... Нет, не понял я. Потому что он в инвизе только сейчас стал. Я думал, что скилл раскрывает его из инвиза. Но, походу, нет. Я ошибся. Хотя это можно будет, в принципе, потом проверить. Но бонуса я уже, как вы поняли, не получаю. Потому что нанесли урон моей базе. Это не есть хорошо. Ну, давай. Ну, кто кого? Ну, естественно, тигр сносит рогу. Причем с одного удара. Разве это не прелесть? Так, скилл. Шикарно вышло. Как так? Ну, посмотрите, что происходит. Этот рога, ну, действительно зануда, а? Так, давайте-ка, наверное... Блин, нет, не успел. Да и бог себе. В принципе, мы и так разбомбим. Хотел я вызвать своего древнего. Но, по ходу дела, мы и так все здесь разрулим. Даже без моего великана. Сдуй его. Опа. Отлично. Ребятушки, с победой нас. И мы переходим к заключительной части этого уровня. Пятый этап. Кто у нас здесь? А вот здесь уже будет жарко, ребята. Здесь рога. Фехтовальщик. Герцог. Самые сливки общества человеческой расы. Ладно. У нас тоже неплохая солянка. Ну, единственное, что мне не нравится, Бишоп. Ну, я думаю, что он лучше, чем Инь-Янь. Хотя Инь-Янь у нас проапанная. И причем эволюционированная. А Бишоп у нас пока слабоват. Ладно. Будем смотреть, что из этого у нас все выйдет. Не нравится мне, конечно, немножко вот этот скилл, который притягивает к базе вражеских юнитов. Как-то жидко он работает. Единственное, что хорошо, что она лучников и вот этих вот всяких вот никчемников подтягивает к себе. К моим юнитам, точнее. Как бы за счет этого еще можно как-то продержаться. Так. Вот если, я думаю, жаба была бы у меня проапанная, да, от нее был бы неплохой толк, в принципе. Удар у нее мощный и поставлен неплохо. Не зря, наверное, это, тренировалось там. Ну-ка давай, вот с удара снесешь? Нет, не снесешь. А, все, ребята, вышел герцог. Вот это будет финиш. Так. Кого я могу поставить против герцога? Бишопа? Нет, он сейчас упадет у меня. Хей, при чем с удара? Ёлки ты палки. Все, это называется расколбас по-русски. Все, это как обычно моя стратегия. Прижимаешь к базе и ничего не успеваешь уже сделать. Да, проиграл нелепо, но ничего сделать с этим не могу. Ладно, хорошо, давайте что-нибудь с вами покумекаем. Поставить хило? Стоит или нет? Так, у нас деньги появились на ап. Или на арену сходить, а? Восемнадцатого уровня, ребята, тут. Эх, хотелось бы, конечно, с ними подраться. Но жалко мне и энергию, и времени на это. Ну что, будем менять или апать, я даже не знаю. Так, Бишопа уберем. Иньяньку давайте, наверное, возьмем. Все-таки она у нас проапанная. И, как сказать, с эволюцией второго уровня. Не знаю, что она будет делать у нас, но мы это все увидим. И воблер. Воблер у нас тоже эволюционирован, да? До второго уровня, по-моему, если не ошибаюсь. Так, и, наверное, я на этом заканчиваю. Так. Ну что же, можно, в принципе, приступать к атаке. Последняя энергия у нас осталась, ребята. Не знаю, вытянем, не вытянем. Хотелось бы, конечно, победить. Но для этого нужно постараться. Больно крепка у него армия. Такие юниты собраны. В основном все идут на крит. Роги, фехтовальщики, сам герцог. Ладно. Попытка не пытка, как говорится. Давай, пика, выходи. Следующий пойдет у меня мечник. Так, стоит воблера? Не стоит копить? Я не знаю. Давайте тогда пока так сделаем. А вот теперь можно, наверное, вот так сделать. Ну, давай, давай, давай. Этот лучник из-под тишка-то бомбит. Мне кажется, надо было тоже лучника взять. Ну, 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 ну. Да что ж ты будешь делать? О, карточка рыцаря пригодится. Левушка, давай, не подведи. Суда, расноси их всех. Так, а воблер-то прапанный. Но почему-то жидкий он какой-то оказался. Против лучника. Это еще только первая и вторая эволюция у нас. Я не знаю, когда там пойдет с пятыми, с четвертыми эволюциями. Ну и что? Так, что-то делает. Ну, не могу врубиться, что? Бьет световыми лучами или что-то в этом роде, да? Вроде она и не хилит. И все, она упала у меня, да? Сейчас упадет. Упала. Критом ее забомбили. Тигр, давай. Вся надежда на тебя. Добей этого герцога. Отлично. Все замечательно. По-моему, больше он вызывать босса не будет. Насколько я помню. Может быть, это, конечно, изменится все в дальнейшем. Но сейчас мы можем быть на расслабоне. К тому же, смотрите, у меня вроде как сгруппировалась неплохая армия. Что-то фрога тут лазит. Да, вот так вот плохо, когда они все в кучку. О, 46 секунд в запасе. Блин, пройти бы чисто, а? Было бы вообще великолепно. Так, воблер бомбит. Причем неплохо все получается. И мы уже на базе. Мы уже на базе. Мы уже начинаем ее клупать потихонечку. А это означает, что все шансы на прохождение в сухую есть. Ребята, заморозка. Придержим ее пока. Ладно. Используем. Все равно никого нету. Иньяничка моя. Все, ребята. Мы прошли. И прошли в сухую. Замечательно. Надо будет еще пройти тот предыдущий уровень. Ну, а пока мы с вами глянем ревард. Что она дает? Пику, крестьянина и деньги. Ну, что же. Довольно неплохо. И ждет нас база пришельцев. Да, надеюсь, там будет все очень шикарно, легко и просто. Так, пикельщица у меня. Буквально ей не хватает немножко, чтобы получить эволюцию. В общем, все пока отлично. На всех кончилась энергия. Ну, а на этом, ребята, я буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте. И мы увидимся с вами в следующей серии. Всем пока, ребята. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok